Приветствую вас, и начать мне бы хотелось с того, что вы мне написали своего вопроса, да, то есть, ну, нет у вас какого-либо вопроса, что вы хотите. Есть просто перечисление каких-то симптомов, есть перечисление каких-то, может быть, проблем, может быть, того, что вы чувствуете сами. Есть перечисление состояний, перечисление ощущений, эмоций, возможно, вот, при этом даже вы не перечисляете их все. То есть, то есть, говорите, что, значит, и другие связанные с ними, то есть, какие другие связанные с ними, здесь не понятно. Далее, значит, сама оценка, уверенность, застенчивость, стресс, депрессия, апатия, это что? То есть, у вас сама оценка, она какая? Заниженная, завышенная, какая? То есть, если сама оценка занижена, значит, она у вас явно находится под влиянием других людей, да? То есть, другие люди влияют на то, как вы себя оцениваете. Вот. Если самооценка завышена, наоборот, то получается, что вы таким образом защищаетесь от чего-то. То есть, есть необходимость в защитной реакции, в защитном поведении, есть необходимость защищать себя. Соответственно, в первом случае нужно разбираться, кто внучил вам такую вот самооценку и почему. Во втором случае нужно разбираться от чего вы защищаетесь. Ну, то есть, просто, что заставляет вас защищаться? Чего вы боитесь? То есть, как правило, за, значит, ну, как правило, за завышенной самооценкой стоит внутренняя все же неуверенность в себе. То есть, завышенная самооценка – это всегда глубинное обесценивание себя. Это, как бы, нарциссический тип личности. Вот. Дальше идем. Значит, уверенность. Опять же, вопрос, в принципе, остается тем же, да, что уверенность – это что? Что такое уверенность? То есть, что вам не нравится в своей уверенности? Что вам, ну, какой вред вам приносит ваша уверенность? Что она вам, грубо говоря, не дает? Что вы от нее, грубо говоря, не получаете? Да? Вот. Это очень важный момент. Потому что, ну, если вы говорите уверенность, значит, у вас что-то связано, опять же, с уверенностью в себе, да? Вот. Значит, либо, опять же, это лишняя самоуверенность, и она чем-то обусловлена. Ну, вашей позиции. Опять же, она преследует цель защитить вас от чего-то, да? От каких-то моментов тех, что вас, тех, что вам угрожают. Вот. Вот. Либо, вы следуете сценарию, по которому вы должны быть самоуверенным или самоуверенной, я не очень понимаю, кто вы. То есть, ну, мужчина или женщина, по имени. Бог вот. Дальше идем. Застеснительность, застенчивость, это, так скажем, проявление непринятия себя. То есть, вы не принимаете себя. Или принимаете себя, но не полностью. То есть, что-то, что-то в себе, что-то в себе, вы отказываетесь принимать. Почему, по какой причине, это вопрос уже немножко другой. Но, важно понимать, что застенчивость, она вот как раз обозначает, что, что вы себя не принимаете до конца. То есть, это не полное, недостаточное позволение себе, грубо говоря, быть той или тем, кто вы есть. То есть, просто вы не позволяете себе быть собой. Опять же, вопрос возникает. Да? Почему? То есть, почему, почему вы не позволяете себе быть собой? Почему вы не позволяете себе быть, ну, настоящей? Вот. С чем это связано? Кто внушил вам это, кто научил вас, кто запретил принимать себя такой, опять же, либо какая вы есть, либо какой вы есть. Все это тоже есть причина, причина. И требуется анализ, чтобы понять, кто и почему внушил вам, ну вот, такую модель поведения своего, вашего поведения. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это предельно важно, если мы хотим вам помочь. Если мы хотим, ну, как-то вот, решить ваши проблемы, которые у вас есть, конечно. Дальше. Стресс. Стресс. Стресс, это то, что воспринимается человеком негативно, в случае, если он занят интроекцией, ну, то есть, многие вещи человек интроекцирует. Интроекцирует на себя, допустим, ну, то есть, вот, с ним что-то происходит, он говорит, а, это вот из-за меня. Или, в мире, ну, случается какая-то ситуация. Человек говорит, а, это из-за меня. То есть, а, это я. Это я. Это я. Это во мне все дело и так далее. Это интроекция. Интроекция. Вот. Значит. Опять же, смысл задраекции в том, что у вас есть некие конфликты, внутренние, которые все время с вами. То есть, нужно понимать, что ваши внутренние конфликты, если они у вас есть, они все время с вами. Они никуда не деваются. Никуда не уходят. И когда возникает какая-то ситуация, да, она как бы, как бы скрывает, как бы скрывает то, что с вами происходит. То есть, если вы, например, не уверены в себе, да, что любой стресс, то есть, нестандартная какая-то неспокойная ситуация, любой стресс скроет, скроет данную проблему вашу. И покажет вам, что вы не уверены в себе по-прежнему. И тогда стресса вы будете бояться. Ну, естественно. Потому что вы видите, видите и знаете, что вам хуже, вам плохо от стресса. То есть, вы хуже, хуже думаете о себе, когда, вот, когда он случается, вот. В других обстоятельствах, в других условиях стресс воспринимается исключительно как возможность для развития, вот. исключительно как, ну, возможность для узнавания о себе чего-то нового, возможность раскрытия своего потенциала и так далее. То есть, стресс – это проверка, по большому счёту. Это проверка того, что вы из себя представляете. Но эта проверка, она, естественно, возможно только в том случае, только тогда, когда вы находитесь в гармонии с собой. И не, никак иначе, никак по-другому. Понимаете? То есть, если вы не в гармонии с собой, если вы, ну, если вам тяжело даются стрессы, то это означает, что у вас есть, опять же, внутренние конфликты, которые именно раскрываются стрессом. То есть, стресс, как бы, говорит, что вот, у тебя есть такие проблемы, и в этом смысле, в этом смысле, стресс – это хорошо. Стресс – это здорово, потому что он может показать, что у вас не так. Может показать то, что вас волнует. Ну, в действительности, на самом деле, что вас волнует и так далее. Вот. Дальше. Депрессия. Ну, про депрессию можно сказать, на самом деле, гораздо меньше, потому что депрессия – это психическое заболевание, серьезное психическое заболевание, которое диагностируется врачом, психотерапевтом, либо психиатром, и по диагностированию которого, который назначается лечение. Вот. Вот. Но. Но. Пожалуй, у депрессии есть несколько психологических аспектов. Первый психологический аспект – это то, что данное заболевание определяется негативными установками. То есть, негативные переживания или, скажем даже так, негативная готовность к переживаниям. Негативная готовность к переживаниям. То есть, у человека есть готовность, то есть, я готов испытывать переживаниям именно со знаком «минус» по поводу тех или иных обстоятельств. Вот. Значит, определяется это, соответственно, его ценностями и взглядами. Вот. Ну, ради родительской позиции, в общем, тоже вполне. Дальше. Следующий момент заключается в том, что депрессия – это, по сути, подавление. То есть, это подавление всех желаний, какие есть у человека. Подавление, грубо говоря, нормальных желаний. То есть, ну, нормальных и естественных желаний. Вот что такое депрессия. И непозволение себе чего-то хотеть. Непозволение себе кем-то быть. Непозволение себе, ну, делать что-то. Непозволение себе получать что-то. И так далее. Депрессия – это как бы запрет. Это запрет на свободу, запрет на удовольствие, запрет на желание. Вот. И, соответственно, апатия – это следствие депрессии. То есть, когда человек знает, чувствует, что он, например, ну, допустим, допустим, запрещает себе что-то. Да? То есть, когда человек не позволяет себе быть кем-то, не позволяет себе быть свободным, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. И так далее. И в этом контексте появляется та самая апатия. То есть, появляется такое вот нежелание вообще чего-либо. Именно по причине привыкания человека к тому, что он ничего не может. Что ему ничего не, ничего не доступно. Понимаете? Вот. Это апатия. Как вам и сказали мои коллеги, все это решается, все это лечится. Значит, все это корректируется, и от всего этого можно освободиться. Главное, чтобы у вас было на это желание. Чтобы у вас были, была к этому воля, так скажем. То есть, именно, ну, готовность, готовность это менять. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.